Начну с первого экрана и с вопросом, почему Objective-C. На экране у нас достаточно, можно сказать, стандартный код из реального проекта, который можно встретить в мире Objective-C. Тут много на самом деле мусора. Самая интересная вещь, что у нас метод называется Indifier и в самом же внутри метода мы видим, что в одном из else называется этот же метод. Логично предположить, что у нас здесь будет рекурсия, все плохо, но на самом деле это все не так. Здесь рекурсия никакой не будет, это все будет работать, будет работать достаточно хорошо, выполнять что надо от этого метода. Но если мы пришли из других языков, как подсказывает название, мы пришли, наверное, из C++, мы не понимаем, что здесь творится. Вообще, почему я решил рассказать этот доклад и немного коснуться Objective-C, вроде как он уже устаревший, на его место приходит Swift. Есть все еще, в нем некая нужда, особенно если мы пишем под Apple инфраструктуру, там Mac, под iOS, и у нас есть некое взаимодействие плюсовый библиотек, плюсового кода и апплских фреймворков, такие как, если мы работаем со звуком, с видео, возможно, там с контактами, мы никуда не денемся от этого языка Objective-C, и надо вообще понять, что он из себя представляет, как уменьшить боли и страдания при работе с ним, вообще понять, что это за зверь. Objective-C возник в 70-х годах в компании Next, которая его лицензировала. Товарищи сделали очень просто. Им не хватало в языке C-динамизма, им не хватало классов, они взяли язык C, они взяли динамизм из такого языка, как Smalltalk, он, кстати, до сих пор жив, и в том же Хабре есть интересные статьи про него, и сделали это в виде препроцессора над C, что значит препроцессор. Они ввели некий условный символ, который разграничивал понятие, где у нас язык C, а где Objective-C. И это, кстати, символ АТ, он же собачка. И в виде первоначального препроцессора появился Objective-C, в дальнейшем Objective-C++. Таким образом, Objective-C – это просто настройка над C, Objective-C++, логично, что настройка C++. То есть в Objective-C++ вы можете писать код в плюсах, и в Objective-C, в Objective-C модулях, вы можете миксовать Objective-C и C-код. Никто вам этого не запрещает. Ну и вот небольшой синтекс overview, что мы имеем. Вот у нас стандартный C++ класс и стандартный, достаточно простой Objective-C класс. Сразу что бросается в глаза у нас, класс начинается с интерфейс, заканчивается, определение класса, заканчивается end. Заголовок класса, как и в C++, так и в Objective-C, так и в C, будет h-файл, файл реализации. Мы видим, что в Objective-C это m-файл, Objective-C++ это будет m-m-файл. И первое различие, относительно важное, реализация класса начинается с implementation, чего нет у нас в языке плюсов. Что еще мы видим? У нас определение методов идет вне определения класса, в отличие от языка C++. И член класса, в данном случае double-x, принято в Objective-C называть instance variable в западной литературе, сокращенно iWare. В русскоязычной литературе часто iWare-ами называют, часто ин-вариантами, то есть как удобно я буду называть ин-вариантом в данном случае. Еще один интересный момент, такое различие, которое достаточно бывает критичным в Objective-C, и область видимости, которая у нас может быть Public, Protected и Private, распространяется только на ин-варианты. Методы мы не можем ограничить областью видимости, то есть заголовочники, они все будут всегда доступны. Кто скажет это хорошо, кто скажет это плохо, но как есть. Apple решила, что мы можем ограничить область видимости только ин-варов, но не методов. Теперь поговорим о самом главном, что чаще всего мы, с чем мы будем работать, это NS-Object. NS-Object это является базовым классом всех объектов в Objective-C. Если мы рассматриваем фрейм коко, это странное название, переводится как какао. И в отличие от C++, в Objective-C всегда есть базовый класс, в принципе, как и в Java классе, в языке Java программирования, и этот класс, он фактически содержит в себе реализацию большинства рантайма объектов в Objective-C. То есть здесь мы используем базовые инициализаторы класса, так и вспомогательные методы debug-string, description, так и интересные методы типа forward-invocation, про которые я тоже расскажу. Также можем заметить, что в базовом классе есть так называемый ISO invariant, который указывает на класс этого объекта. В Objective-C классы тоже являются объектами. И у нас класс всегда знает, объект всегда знает, какого класса он является. Это позволяет делать очень интересные вещи в рантайме, которых мы еще дойдем. Далее. Далее у нас в Objective-C есть ID. ID – это базовый идентификатор, который может содержать в себе любой объект. Фактически это войс со звездочкой из мира C++. И на самом деле это удобно. ID мы можем использовать ID, не делая никаких кастов. Любой объект может быть ID, как в данном случае мы сделали строку. У нас ID data мы ее присвоивали и все классно. Но есть и обратная сторона этой медали. Обратная сторона медали у нас нет никаких проверок. У нас мы создали другой класс совершенно другого типа. Мы присвоили ему дейта, пытаемся вызвать какой-то метод и мы получаем crash в рантайме. Crash будет звучать как Anicogry Selector Send to Instance. То есть у нас есть какой-то селектор, мы его не распознали и послали объекту. Это все обойди. Дальше у нас в Objective-C есть пять видов нилов, но я коснусь только о двух из них. Это обычный нил и нил с большой буквы. Нил у нас определен как указатель на ID, то есть это указатель на пустой класс. И нил в отличие от других языков в Objective-C абсолютно легально можно нилу вызвать любой метод и это будет работать. И это на самом деле классно. То есть нам не надо проверять есть ли у нас строка, в строке что-то содержится, мы просто можем проверить, что строка что-то должно содержать. Мы можем не проверять, что у нас есть массив и в массиве должно быть количество элементов больше такого-то. Мы можем просто проверить на количество элементов больше такого-то. И это все будет работать. Но опять же есть большой минус того, что у нас можно послать любое сообщение и оно не крэшнется. А минус в том, что например у нас очень страдает валидация данных. Когда у нас валидация данных страдает, допустим, мы получали некие данные от сервиса, мы их мапили получали в виде JSON, мы их мапили в dictionary, у нас все работало, JSON поменялся, мы все также мапим в dictionary, по ключам получаем нилы, классно работает. Крэши нету, что-то отображается, что-то нет, все замечательно. Это один из самых больших нюансов, из-за которого, кстати, один из пунктов, почему Apple начала делать новый язык, именно что к нилу мы можем послать любое сообщение и все будет хорошо. Нил большое, это на самом деле нулевой указатель на тип класс. Я на самом деле в своей практике только один раз сталкивался с этим, когда это может понадобиться. Понадобиться может только в случае, когда мы в рантайме пытаемся создать класс, наследник допустим от NS стринга класс и класс с таким названием, который уже в системе имеется. И тогда мы получим что нил большой, что не можем создать этот класс. А если возвращаемое значение у этого объекта который мы взрываем, краши тоже не будет? Просто игнорируется. То есть просто игнорируется компилятором будет ноль скорее всего и мы идем дальше. То есть допустим у нас и там здесь же name is equal to string. Это возвращает bool. А в данном случае если у нас name будет нил это будет просто false. На самом деле поддержка Objective-C есть не только в вебовском компиляторе но есть и в GCC и там есть опция компилятора что делать с нилом и с вызовом. То есть по умолчанию он работает так же но можно с помощью ключика все-таки добиться крэшей. Но на своей практике я не знаю людей которых использует GCC компилятор для Objective-C пустой строка которая опять же будет тебя нил и если ты дальше опять что-то к ней вернешься опять цепочка ну то есть у тебя по полной цепочке вызовов оно будет все время игнорироваться и будет казаться что полная счастье. Еще один главный один из главных нюансов что в Objective-C на самом деле идет не вызов методов а идет посылка сообщений и вся эта вещь проверяется в рантайме то есть когда мы вызываем какой-то метод мы на самом деле в общем случае мы не можем сказать что на самом деле вызовется потому что у нас идет сначала есть глобальные таблицы селекторов мы по вызываемому имени ищем если такой селектор если его нету то мы идем по иерархии наследования к нашему супер классу доходим до самого конца если мы что-то нашли то все классно секунду если мы что-то нашли то все классно мы допустим хотим вызвать метод это object у рея мы нашли его селектор мы вызываем сишную функцию которая получает указатель кто у нас должен получить указывает на селектор и что она должна получить все классно но если по цепочке наследования мы не найдем у нас есть последний шанс и этот последний шанс называется в мире objective cfc forward invocation то есть мы всегда можем вызвать перекрыть метод который называется forward invocation и если наш объект не отвечает на данный селектор который мы прислали мы можем его профорвардить на другой объект для чего это служит но чаще всего данный парк применяется в логировании на всяких крэш-аналитиках мы можем приложение работать даже в таком случае просто неопознанные сообщения неопознанные выводы у нас будет где-то например логироваться далее мы можем у каждого объекта узнать отвечает ли он перед вызовом и уже конкретно либо вызвать его либо делать что-то другое на самом деле один из самых активно используемых паттернов применяется паттерн делегирования и вот из его примеров да если у него будет инвокейшн и мы ему посылаем месседж на который он не может ответить этот объект может его переслать другому объекту который что-то с ним может сделать а когда мы переслали мы уже а тогда крышница просто если мы здесь уже не переслали forward invocation то все да потому что все посылки сообщений и идет фронтайм крэш будет написано что она как селектор был послан такому это инстансу и инстанс упал ну на самом деле это легко добиться можно через айди например строке послать метод какого-то какого-нибудь массива он пройдется по всей иерархии объекта строка не найдет его и в конце кинет исключение интересная вещь синтаксис это протоколы которые в объекте все есть протоколы это аналоги явских интерфейсов джавовских чего не служат служат например для множественного наследования мы указываем какие у нас методы обязательные можем указать какие обязательные какие опциональные и класс который реализует этот протокол должен либо если это опциональные он может реализовать может нет и мы должны проверять в рантайме если они обязательные то он их должен обязательно реализовать и это проверяется в компайл тайм класс может неограниченное количество протоколов и еще одна особенность категории классов категории нужны для того чтобы расширить наш класс не прибегая наследования то есть у нас есть допустим базовый класс мы хотим добавить который вообще нам допустим не принадлежит он находится в какой-то библиотеке но нам не хватает какого-то функционала мы можем сделать его категорию категория создается мы опять объявляем класс и просто в скобках пишем название категории и что это и методы которые хотим реализовать в этой категории но тут надо быть осторожным если во-первых название класса название категории должно быть уникальным если у нас уже где-то встретится такое название будет беда на самом деле то есть у нас все скомпилируется но будет работать скорее всего неправильно второй нюанс у нас если мы в категории дадим такое же название которое есть и в базовом классе то мы полностью затрем его реализацию и будет исполняться только то что мы напишем ну и третий нюанс с помощью категории можно вызывать private API private API это такое API которая есть его реализация но Apple не предоставила нам его описание допустим мы знаем как называется метод его нет заголовочники файла библиотеки но мы его хотим вызвать мы делаем категорию мы делаем даем такое же название мы не делаем реализацию мы вызываем у нас вызывается private API все хорошо это категория класса то есть мы либо MM файле можем сделать категорию класса и туда сделать ну не только приватные функции но и invariant и все что угодно да да но на самом деле когда я только начинал программировать под Objective-C можно было указывать и для методов private их область видимости private и так далее но оно просто не работало то есть раньше можно было указывать оно не работало теперь указывать уже нельзя оно будет просто ругаться Абсолютно верно оно не пройдет но есть опять же нюансы мы можем метод через селектор так называемый а селектор у нас можно сложить строки то есть до остального вы можете догадаться сами но есть опять же один нюанс да у Apple стоят скорее всего словари private опишек и они просто проверяют и если такое в коде соответственно если мы складываем и строки это должна быть не просто строка константой а все-таки каким-то хитрым образом ее надо сложить да в цикле собрать в цикле в цикле собрать все классно еще одна вещь которая я считаю очень полезным ее не хватает во многих языках это properties это такая вещь во-первых она когда мы вот ее синтаксис то есть у нас есть property name ее тип и некие атрибуты когда мы создаем property у нас автоматически создается инвариант для этой проперти и далее атрибутами мы как бы указываем что какого типа у нас это у нас есть атрибуты которые указывают на чтение это у нас property для чтения либо и чтение и запись для нее работает также она есть атрибуты которые указывают как мы работаем с ссылкой на эту инвариант то есть у нас мы можем ссылку ретейнить копировать либо это будет у нас слабая ссылка чтобы избежать циклических ссылок далее у нас есть одна очень важная вещь это тип доступа тип доступа у нас может быть атомик и нонатомик соответственно по умолчанию у нас все property генерируется как атомик и я считаю на самом деле что это неправильно потому что внутри доступ к инварианту будет ограничиваться критической секцией и на самом деле это не всегда надо чаще всего это вообще не надо но мы можем указать что у нас property нонатомик и критическая секция не будет ну далее у нас есть гетерой сеттеры если мы как-то хотим переназвать эту property и есть у нас появилась недавно property которая указывает как мы будем работать с нулами это пришло для совместимости со свифтом чтобы было проще переходить на него соответственно у нас property могут быть ну ну label ну ну и ну и ну когда мы используем property никто не мешает нам руками написать геттер никто не мешает написать сеттер и реализовать там какую-то логику если мы это не написали компилятор все это сделает за нас еще одна вещь которая часто используется это блоки блоки аналог лямбд но со своими нюансами блоки у нас мы можем использовать как локальные перемены сохранять их property абсолютно их валидно использовать как параметры метода какого-то и в принципе делать для них type dev чтобы не каждый раз не использовать вот этот странный синтаксис самом деле синтаксис блоков очень странный особенно для людей которые видят первый раз даже есть сайтик который называется странные синтаксис блоков в объекте все в принципе это все оттуда когда мы работаем с блоками есть два важных нюанса самый первый и мне кажется самый важный нюанс это то что у нас блок создается всегда на стеке соответственно если мы допустим хотим блок сохранить в массиве почему бы и нет вроде как он сохранится но он будет невалидный потому что после выхода из функции он стек очистится и блок будет указывать память блока непонятно куда и когда вызовем у нас будут такие сложно отлавливаемые крэши которые вообще не разобраться каждый раз будет соответственно если мы все-таки хотим сохранить блок если это property мы используем копии копии перемещает стека на хип и если мы хотим сохранить то же самое массив тоже мы делаем копии перед сохранением и у нас все классно работает и второй нюанс с блоками что блоки не захватывают переменные которые их используют что значит захватывает это значит они повышают ссылок соответственно допустим у нас блок как выше тут показано а внутри себя он вызывает self если в итоге мы получаем что блок захватывает self и он же хранится фактически в self получаем цикличную ссылку и утечку памяти что делать у нас есть модификатор переменные вик который не позволит такому произойти ну и последнее опять же есть другой интересный модификатор блока это блок так и называется блок он позволяет внутри блока модифицировать переменные которые он захватил по умолчанию их модифицировать нельзя memory management когда-то в мире objective c было три вида memory management это был garbage collector это было ручное управление ссылками и самый последний который появился это автоматически карбашка существовал только в мире макоси и был задепрекетен и плом фактически фактически сейчас мы можем встретить два вида это мрси ручное управление ссылками и арси объект у нас имеет счетчик ссылок когда мы его создаем делаем аллоцирование инициализацию создается счетчиком ссылок единицы если его захватывает другой объект счетчик увеличивается когда он его отпускается он уменьшается когда доходится до нуля соответственно он уничтожается если мы делаем копирование соответственно он копирует с первоначальным точком единицы все классно это напоминает на самом деле все то есть мы сделали new мы попользовались в конце должны сделать delete и тогда у нас все будет хорошо работать с развитием эплевского компилятора добавление туда всяких аналайзеров компилятор сам уже мог знать когда и стоит увеличивать ссылки когда стоит их отпускать и так появилось ARC ARC это автоматический подсчет ссылок он напоминает умные указатели из мира C++ нам достаточно при ARC создать объект в дальнейшем за нас все сделает компилятор единственные моменты когда он за нас ничего не сделает это как я показывал до этого на блоках это циклические ссылки то есть эти моменты все равно приходится решать руками то есть для ссылок надо если мы знаем что она будет циклически замкнута надо указывать модификатор WIC это может быть как модификатор у property может быть как у указателя и тогда все будет в данном случае хорошо правило в принципе которое я вас описал и можно будет почитать если кому интересно есть один момент есть объекты которые мы не знаем когда пришлется релиз и просто мы строка уходит из нашего метода и мы на самом деле не знаем как ей в дальнейшем воспользуются и когда она будет в итоге зарележена для этого у Apple есть авторелиз месседж авторелиз месседж он добавляет объект в авторелиз пул так называемый авторелиз пул в последних версиях представлен в виде блоков блоки могут быть вложенными не мешает вложить несколько авторелиз пулов авторелиз пул он в мире Apple всегда существует для главного потока для остальных потоков если мы используем стандартные средства создается автоматически для посекс потоков которые мы можем использовать мы должны авторелиз добавлять сами авторелиз пулы они не только не только занимаются тем что делают отложенный вызов релиз но также они могут уменьшить пиковое потребление памяти то есть допустим у нас в цикле идет какая-то обработка урлов что-то выкачивается нам никто не мешает создать в этом цикле авторелиз все объекты у нас будут создаваться авторелиз в этом пуле при каждой итерации цикла пул будет очищаться авторелиз объекты будут уничтожаться многопоточность для тех кто пришел с мира плюсов и пытаются перенести свои такие же такую же работу с многопоточностью я на самом деле хочу предложить использовать замечательную библиотеку от Apple они называются фреймар гранд-центр от диспатч он изначально был сделан Apple только для Apple архитектуры но в дальнейшем они его выложили под Apache лицензию и на самом деле он и на в мире и на фряхах существует есть даже библиотека под Windows и это все работает основная концепция гранд-центр диспатч она позволяет работать с пулом потока и работать в виде блоков в данном примере допустим у нас мы создаем асинхронный асинхронный вызов который будет с дефалтным приоритетом как только он выполнится у нас будет от вход уже на основной поток и будет уже данные которые мы получили в асинхронном вызове уже будут показаны в основном потоке и отображены на UI гранд-центр диспатч он предлагает работу не только с потоками также он позволяет асинхронно работать с системными событиями такие как сокеты работа с файл дескрипторами либо со стандартными посек сигналами в данном случае в качестве ресурса мы создаем таймер системный и работает с этим таймером и который будет хендлить каждый свой тик в некий блок также очень замечательная вещь есть в GCD это так называемые диспатч группы диспатч группы служат для того чтобы выполнить синхронных запросов а затем подождать пока не выполнится и уже приступить к работе в дальнейшем когда это это очень это очень часто применяется допустим у нас есть два синхронных вызова какой-то API мы должны их сделать получить данные от двух разных источников как-то их отобразить и как-то их проанализировать и отобразить вместе диспатч группы достаточно простое элегантное решение в C++ просто так не получится сделать и есть еще последний вариант предпоследнее использование диспатч семафоры диспатч семафоры служат для ограничения каких-то общих ресурсов то есть мы создаем диспатч семафор когда мы переходим на его wait у нас счетчик ресурс счетчик семафора делается мы декремент если больше нуля то мы продолжаем работу если меньше нуля то мы ожидаем здесь вот при диспатч семафор сигнал у нас счетчик инкрементируется так наверх ну и всем любимый singleton который поток безопасный его можно сделать через dispatch once это функция которая позволяет обратиться к одному ресурсу один раз и в конце конце рассказа я хочу рассказать немного о магии в данном случае которая позволяет делать рефлексию чего нет у нас в мире c++ это так называемый q-value кодинг когда допустим у нас есть property employer это объект который есть менеджер в котором у нас есть какие-то массив ответов соответственно мы можем обратиться к этому массиву зная только полный зная просто путь и строк соответственно мы можем как и обратиться так и записать какое-то значение опять же все классно плюс опять же мы в данном случае можем с помощью kvc обращаться к private api допустим у нас есть какой-то инвариант приватный надо что-то из него прочесть kvc и kvoo kvalue observing тоже очень классная вещь у нас допустим есть некий некий parent и мы хотим если что-то с ним делается мы хотим получать на это событие используем kvc подписываемся на этот parent добавляем свой app сервер все классно и objective c runtime runtime позволяет работать во-первых objective c позволяет посылать месседжи и позволяет делать немного другую магию runtime у нас его очень легко посмотреть на самом деле все его описание это он содержится в objective c h заголовочнике но из интересного мы увидим наш объект id который на самом деле является структурой и как я выше говорил он всегда имеет ссылку на класс какого он типа а класс на самом деле у нас тоже является структурой и имеет ссылку на класс какого класса он существует класс класса называется мета классом точно так же у нас селектор является структурой метод структурой ivar категории property это нам позволяет делать такие вещи как манипулирование классом то есть мы можем в runtime создавать методы добавлять property делать замену методов далее мы можем как я показывал выше создавать новые классы либо делать интроспекцию классов интроспекция опять же та же самая рефлексия чего нам не хватает в мире C++ но вроде как появится в 20-х мы можем взять вывести все поля класса распечатать их узнать какой тип и например сравнить два класса допустим простейший способ использования у нас есть тест и мы должны проверить совпадает ли у нас класс А полностью с классом Б очень просто сделать в Objective C очень сложно сделать плюс и ответ ответ самого первого слайда почему там почему слайде не рекурсия в Objective C мы можем взять метод класса наш метод и просто поменять их местами соответственно при вызове базового метода будет вызываться наш метод при вызове нашего метода будет вызываться базовый метод этот паттерн называется swizzling интересный используется для чего используется опять же для логирования для добавления какой-то логики при вызове базовых классов В принципе, вот это последний слайд, опять же, как есть у нас некий класс, от которого нельзя, есть запрет наследования, и мы хотим добавить, допустим, property, опять же, runtime, добавить ассоциатированный объект к этому классу, у нас добавляется. В принципе, все. Жду вопросов. Есть некоторые UI-компоненты в Objective-C, точнее, не в Objective-C, а в iOS-преймворке, которые нельзя наследовать. Это стандартный, допустим, table view, еще некоторые, а нам не хватает функционала. Мы хотим какой-нибудь placeholder где-нибудь красиво добавить. Как нам делать? Что нам делать? Как бы реализовывать его с нуля не очень, а добавить пару строчек и фронтами его добавить, это хороший вариант. Не знаю, скорее всего, есть какой-нибудь магический у них define, который такой же магический, как define, что указывает, что это у тебя базовый класс, который транслируется в какой-нибудь compile-магию и указывает, что это final class, и у него не может быть наследников. Ну, например, так как GFC есть широкий коробок, а GFC есть final class. Да, for final class. И там как бы вот здесь GFC есть final class, а ты изобрать GFC его юзаж, ты как бы не можешь еще исследоваться. Абсолютно верно. И следоваться. Ну, зато ты сможешь ему добавить того, чего не хватает. Вы не могли бы рассказать о тех, кто действительно на только пришел, разницу с кулевскими yes, true и все такое? Потому что true и yes, они же не равны, по-моему. В Objective-C используется yes, большое, но большое. Но если присвоить можно же. Присвоить можно. Оно define определено, просто они решили, так как это надстройка, все-таки разграничить и добавить своих слов. Но этот define на самом деле превращается в true и false обычный. Если вы напишите true и false обычный, все будет работать. Все не могу. А для всех пол, которые... Да. Да, пол, который... Еще вопросы? Не бывает, как мы знаем, это... А допустим, мерси и MPC++-монаджмент, а у нас есть MPC++-монаджмент, а у нас есть MPC++-монаджмент, кем аллозируем на хиле, а он внутри себе, баллозируем на хиле, кем-то TMP всеве, все объекты с MRC, и не будем терять память? Интересный вопрос. MRC. С MRC точно не будет? То есть, если ты создал MRC, ты сам должен проконтролировать, что он умрет. А, это не автоматично? Конечно. Окей, а когда автоматично украшено? И это у других объектов? Ну вот даже не знаю, как тебе ответить. Участие C++ умеет использовать ARC и для C++ это для ARC? Нет, он разделяет. ARC он будет использовать только для Objective-C объектов. Но Игорь спрашивает, а что будет, если C++ объект все-таки затянет ссылку? Здесь система ремонтжмента и эти миссии как-то там? Там как-то бриджик? Бридж-кастинг, он используется для C и для прокидывания C-шных указателей в мир Objective-C. То есть, мы можем указать, кто будет ответственен за данную ссылку. И это работает в прямой и в обратную сторону. То есть, возможно, вот правильно сказал человек, надо будет делать бридж-каст, чтобы указывать, кто будет ответственен за эту ссылку. Спасибо. 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 Спасибо.